Вести Дагестан В Москве в постпредстве Дагестана при президенте России состоялась церемония открытия мемориальной плиты видному деятелю Гаджи Курбану Шайдаеву. Сергей Меликов назвал открытие доски оценкой его огромного вклада, направленного на политическое, социально-экономическое, культурное развитие родного края. В истории каждого народа хранятся славные страницы о земляках, которые становятся гордостью следующих поколений. Именно такой является семья Шайдаевых. На церемонии также присутствовали родные и близкие Шайдаева. Вот что отметили сын Шайдаева Рахман и сенатор Ильяс Умаханов. Мой отец генерал-майор Шайдаев Гаджи Гаджиевич, он основал это постпредство. Он человек, который всю свою жизнь и трудовую деятельность отдавал служению Родине, Большой Родине нашей России и любимому всеми нами Дагестану. Поэтому день памяти о нем, о его делах, о его светлой жизни, о его поступках, конечно, для меня это счастливый день. Я как сын очень горжусь своим отцом и хочу передать все то хорошее, все те традиции, работа с коллективом, работа на республику были сохранены. Есть такое слово основоположник, основатель, человек, стоящий в истоках. Это все относится к Гаджи Гаджевичу. В то время мало такая республика могла похвастаться тем, что у них в собственности есть здание в центре Москвы. Это небольшой секрет, что этого удалось добиться исключительно благодаря усилиям, которые предпринимал Гаджи Гаджиевич. Теперь о специальной военной операции. О текущей обстановке в ходе совещания доложил министр обороны Сергей Шойгу. Группировка российских войск продолжает активное действие по разговору противника. Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотостриковых бригад на Купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка. В результате эффективного огневого поражения вооруженные силы Украины несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения. За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники, в том числе 7 американских БМП Брэдли, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши, Соединенных Штатов Америки, а также 2 немецких танка «Леопард» и 1 английский танк «Челленджер». Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов, так называемого контрнаступления, мы уже прошли весеннее контрнаступление, летнее контрнаступление, пришла осень, вот сейчас осеннее контрнаступление. Западный аккуратор Украины не отступает от своего бесчеловечного принципа оружие как путь к миру. США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины, а киевский режим кидает необученных солдат бессмысленные штурмы на убой. Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению. В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий, плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей. Переходим к повестке дня. У нас сегодня несколько вопросов. В ходе заседания рассмотрим, как совершенствуется система военной подготовки студентов гражданских вузов, реализуются планы деятельности южного и восточно-военных округов, а также воздушно-десантных войск. Несколько слов по каждому из вопросов. С 2021 года Министерство обороны совместно с Министерством науки и высшего образования занимаются созданием военноучебных центров. В прошлом году приступили к работе 16 таких подразделений, что позволило увеличить количество студентов, проходящих военную службу, почти на 2 тысячи. В наших планах открыть еще 8 центров. В итоге они будут представлены в 75 регионах нашей страны, а их общая численность достигнет 128. Сегодня оценим перспективы создания новых военноучебных центров, которые имеют важное значение для формирования мобилизационного ресурса вооруженных сил. В Южном военном округе в этом году будет реализовано свыше 170 организационных мероприятий. Войска получат 5,5 тысяч единиц современного вооружения и техники. Завершится ввод в эксплуатацию более 500 объектов инфраструктуры. Ведется работа по комплектованию соединений воинских частей личным составом. С начала года количество офицеров в округе увеличилось на 11 тысяч человек, а военнослужащих по контракту на 30 тысяч человек. Совершенствуется система боевой выучки, модернизируются полигоны, внедряются новые материально-технические средства обучения. Тенденция к осложнению военно-политической ситуации сохраняется и на восточном стратегическом направлении. Соединенные Штаты Америки с союзниками предпринимают все новые шаги по сдерживанию России и Китая на международной арене. Для усиления своего влияния в Азиатско-Тикянском регионе Вашингтон взял курс на развитие военных блоков, таких как АУКУС, КВАД. Для обеспечения постоянной готовности к защите национальных интересов войска Восточного военного округа наращивают мероприятия оперативной и боевой подготовки. Так, в июне состоялось оперативное учение от океанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне. К нему привлекалось свыше 11 тысяч военнослужащих, 67 кораблей и судов обеспечения, 35 самолетов и вертолетов. Кроме того, в рамках укрепления стратегического партнерства и расширения сотрудничества военно-морской области с 20 по 23 июля проведено российско-китайское учение «Север взаимодействия-2023». В Дагестане продолжает активно работать региональная программа капитального ремонта. Ее успешной реализацией способствует постоянный контроль со стороны прокуратуры республики. Ведомство оперативно реагирует на заявления граждан и следит за качеством предоставляемых услуг. О работе надзорного органа в этом направлении и условиях быстрого исполнения программы в материале Натальи Алипулатовой. Это семиэтажный дом в самом центре Махачкалы по улице Сулейманстальского, 18, сдан в эксплуатацию в 1986 году. За 37 лет многоквартирнике ни разу не проводился капитальный ремонт. Страдали трубы, крыша, стены в подъездах и, конечно, сами жильцы, радости которых не было предела, когда дом вошел в программу капремонта и, наконец, приобрел свой почти первозданный вид. Призываю всех наших соседей, граждан города Махачкалы, граждан Республики Дагестан оплачивать все взносы по капремонту, потому что это все идет в зачет нашего благосостояния. Давайте улучшать свой быт, потому что быт наш сегодня и сейчас очень важен для будущего. Я за эстетику, я за то, чтобы мы оплачивали и соответствующие структуры, проводили нам какие-то капитальные ремонты и вообще ремонты просто для того, чтобы мы могли красиво существовать и жить на этой земле. Еще один жилой дом по проспекту Расула Гамзатова, 36, также отремонтировали благодаря реализации региональной программы капремонта, где тоже со дня его сдачи в эксплуатацию 61 год назад не делали ничего. Теперь в доме стоят новые пластиковые окна. Отремонтирована под ключ крыша, которая постоянно протекала в дожди. Однотонный фасад украшают балконы по французском стиле. Крыша была в ужасном состоянии, то есть просто без слез не взглянешь, полностью все поменяли, очень красиво, стильно. Сейчас все, конечно, очень красиво и все качественно, что самое главное. Данные два дома были включены в краткосрочный план капитального ремонта на 2023 год дополнительно в рамках празднования столетия нашего ракистанского поэта Расула Гамзатова. В данных домах проводится, если быть точным, по Гамзатова 36 уже завершены работы по ремонту крыши и фасада, как мы можем наблюдать. А по дому Стальского 18 проводится еще на стадии завершенной работы по ремонту фасада и также там проводится замена старых лифтов, которые отслужили свой нормативный срок. Много жалоб поступало непосредственно по лифтам в данном доме с прошлого года и совместно с администрацией было решено включить также этот дом в программу капремонта на текущий год. В 2023 году в Дагестане активно реализуется региональная программа капитального ремонта. Качество предоставляемых услуг находится на постоянном контроле у прокуратуры республики. В первую очередь надзорное ведомство строго следит за целевым использованием уплачиваемых гражданами взносов, а также за своевременным выполнением ремонтных работ в домах. В прокуратуре республики на системной основе осуществляется надзор за соблюдением прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, в том числе при реализации программы капитального ремонта. На постоянном контроле находятся вопросы обеспечения качества и соблюдения сроков проводимых работ. В случаях выявления нарушений незамедлительно принимаются меры реагирования. Попал под программу и ждёт в своей очереди дом из Дербенского камня по улице братьев Нурбагандовых 6А. Жильцы говорят, что дому более 60 лет и капремонта здесь никогда не было. Что-то удавалось починить за счёт личных средств. О том, что в доме уже запланирован и скоро начнётся капитальный ремонт, сначала не поверили, потом обрадовались. Мы находимся по улице братьев Нурбагандовых, дом 6 города Махачкалы. Данный дом является 1960 года постройки. В этом доме ни разу не проводился капитальный ремонт. При этом срок проведения капитального ремонта этого дома необоснованно был перенесён на 1932-1934 годы. В связи с чем приняты органы прокуратуры республики, приняты меры. И он перенесён на 1924-1925 годы. От того, как быстро будет осуществляться региональная программа капитального ремонта, во многом зависит и от внесения своевременных платежей от собственников жилья. В фонде заверяют, все поступающие средства расходуются целенаправленно. А значит, есть большая вероятность, что следующий ремонт начнётся в действительно нуждающемся доме. В Дагестане не растёт число заболевших коронавирусом. Ежедневно регистрируется до трёх случаев заболевших. Нет необходимости вводить ограничительные меры, в том числе и масочный режим. У населения сформировался поствакцинальный иммунитет, и заболевание протекает в более лёгкой форме. Новый штамп пирола в республике не выявлен. При любом виде коронавируса меры профилактики остаются одними и теми же. Ситуация новой коронавирусной инфекции Республики Дагестан стабильная, контролируемая. Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан проводится ежедневный мониторинг за заболеваемостью и тестированием населения на новую коронавирусную инфекцию. Меры профилактики, не специфической профилактики, они такие же, как и при любой другой острой респираторной инфекции. Здесь ничего нового нет. Первое – это почаще мыть руки. Если нет условий для митья рук, использовать дезинфицирующие, содержащие салфетки. Второе – не касаться, не трогать глаза, рот, нос, потому что вирусы, в том числе и коронавирус, он проникает через слизистую оболочку. Третье – избегайте места массового скопления людей, потому что больной человек может передавать здоровому при чихании, при кашле. Школа должна адаптироваться под ребенка, а не наоборот. К этому пришел врач Владимир Базарный и создал уникальную методику обучения. И на основе многолетних исследований доказал, что учебный материал усваивается детьми легче и быстрее. Метод Базарного внедрили и в столичной 58-й школе. Как оценивают подход педагоги и родители, узнал мой коллега Даниил Исаев. Основной целью преподавания методом Базарного называют обучение в режиме сенсорной свободы, а также воспитание здоровых и духовно свободных, физически развитых детей. Данная цель достигается путем добавления в процесс обучения множества факторов, таких как обеспечение каждой парты массажным ковриком, сменой позиции сидящей настоящую, что позволяет укреплять позвоночный отдел ребенка. По методике Владимира Филипповича Базарного можно постоянно передвигаться в классе. То есть дети все время находятся в каком-то поиске. И мы знаем, что во время такого поиска, во время движения активизируется мыслительная деятельность. Поэтому, работая уже второй год, я наблюдаю за тем, что наблюдается положительная динамика. У детей повышается успеваемость, а также физическая активность. Во время проведения урока каждые 10 минут ученики проходят небольшие упражнения на укрепление зрительных и моторных функций. Кабинеты оснащены лампами, задача которых быстро переключать фокус внимания ребенка для повышения концентрации в процессе обучения. У меня ребенок третий год учится уже в этой школе. Получается, два года девочка училась по старой системе, по старому методу. И года уже нет. Вот сколько вели эту методику. Я наблюдаю разницу, чем было при старой методике и что сейчас. Девочка с удовольствием идет в школу. Коридоры школы также оснастили небольшими игровыми зонами для выплеска энергии самых непоседливых учеников. Подобный подход к поощрению активности детей позволяет учителям повысить эффективность обучения. Это не какие-то эксперименты, это материалы на основе научного открытия и 40-летних научных исследований, которые помимо того, что сохраняют, приумножают здоровье школьника, нацелены на то, чтобы адаптировать школу под природу ребенка, а не ребенка под школу. И тому есть статистические данные, результаты, которые позволяют говорить о том, что при сохранении уровня образовательного процесса, квалификации педагогов и так далее, за счет внедрения этих методик и нацеленности на здоровье учащихся, мы в один и три раза повышаем успеваемость учащихся. Введение инновационной методики также активно поддерживает управление образования города. Новая система зарекомендовала себя как одна из самых действенных для влечения ребенка в процесс обучения, с параллельным развитием его моторных функций. По мнению Владимира Базарного, именно синтез активности ребенка и процесса обучения создает почву для продуктивного усвоения школьного материала, воспитывая детей не только духовно развитыми, но и физически здоровыми. Сегодня, в День работников дошкольного образования, в региональной общественной приемной «Единой России» в Дагестане прошел единый день приема родителей-дошкольников. Это ежегодная акция, которая была организована по всей стране по инициативе Всероссийской общественной организации «Воспитатели России». при поддержке партии «Единая Россия». Обращение родителей дошколят рассмотрели региональный координатор проекта «Новая школа партии «Единая Россия», председатель Комитета народного собрания по образованию и науке Елена Павлюченко, представители Министерства образования и науки региона. Продолжает выпуск старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова. Магарамкенский районный суд с участием государственного обвинителя прокуратуры района вынес приговор в отношении семей иностранных граждан. Они признаны виновными в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации группой лиц. В сделанном заседании установлено, что в 2022 году указанные лица, не имея действительных документов на право въезда в Россию, в пешем порядке в обход установленных пунктов граничного пропуска организованной группой пересекли государственную границу Российской Федерации. В следующем они были обнаружены и задержаны сотрудниками отделения пограничной заставы. Дагестан назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 10 месяцев с отбыванием в колонии поселений каждому. Дагестан представил 14 проектов в номинации «Достижения.РФ». Их покажут на международные выставки-форуме «Россия», «Солнечная электростанция», «Рыбный завод осетровых», «Единственный завод по изготовлению стеклянных шаров» и еще 11 «Достижения.РФ». Что из этого самое значимое, решать вам на сайте проекта «Достижения.РФ». Инфляция в Дагестане в августе ускорилась до 5% после 3,6% в июне. По данным отделения Банка России в Дагестане, наибольшее влияние на нее оказали ослабление рубля, рост издержек производителей и спрос на отдельные товары. Из-за ослабления рубля подорожали импортные овощи и фрукты. Выросли цены на огурцы и лимоны, ускорился годовой рост цен на апельсины и бананы. По той же причине, а также из-за роста цен на зерно, увеличились затраты животноводов. Это привело к подорожанию куриного мяса, отметил управляющий отделением Банка России в Дагестане Мурат Идрисов. Рост цен на баранину, индейку, мясной фарш и колбасные изделия ускорился. На динамику повлиял высокий спрос, который дополнительно вырос в курортный период. Ослабление рубля также повлияло на годовой рост цен на подержанные иномарки. Помимо этого, оказался высокий спрос на них из-за ограниченного предложения. Ускорился годовой рост розничных цен на бензин. Это произошло из-за подорожания топлива на мировом рынке и увеличения оптовых цен на региональном. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в текущем году по стране составит 6,7%. Показатель вернется к 4% в 2000.